Вообще Александр Имуков начал бегать, чтобы похудеть, а в итоге затянуло на марафонские дистанции. Жена по вечерам, у нее такая работа офисная, она хотела больше активности, по вечерам побегать. Ну и я с ней за компанию, идея была похудеть. Ну и вот, дошли до марафонов. Результаты первых марафонов сам Александр считает неудачными, но вместо того, чтобы плюнуть и забыть, начал тренироваться еще серьезнее. К Казанскому марафону готовился с января. Морозы, не морозы, но если есть цель. Вдоль Казан-арены, Казань-арены бежали вдоль Кремля, финиш был возле Кремля, Казанского. Но во время бега успеваешь обратить внимание на это? Нет, нет, нет. Во время бега вообще об этом не думаешь. В основном, по началу бежишь, в основном ориентируешься на темп, пульс, а последние, вот самые тяжелые, 5-6 километров, там уже пытаешься себя приободрить, за что бежишь, ради чего бежишь. Бежал Александр в этот раз за дочку. День старта, 2 мая, у меня у дочки было 2 месяца. И как бы, ну я вот последние 5 километров в основном думал, что когда-то она вырастет, я ей буду говорить, что я вот бежал и думал, что вот надо хороший показ результат, что потом дочка как бы ей показать медальку, чтобы она увидела. И я ей вот рассказал все эти мысли свои, какие у меня были. В итоге 20-й результат среди 14 тысяч участников и 6-й в своей возрастной группе. И Александр Имуков объясняет все не только тренировками, но и группой поддержки. Все-таки 2 месяца ребенку она справлялась. Спасибо большое жене моей и, конечно же, родителям, родственникам. Они очень сильно меня поддерживали. Впереди у Александра Имукова новые марафоны. А пока за каждой полученной медалью уже металл внутренней самодисциплины и серьезных целей на спорт и жизнь. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Ягуанск». Спасибо. Нет.